Всем привет! Сегодня 1 февраля 2020 года, и сегодня на 127-м поезде я отправлюсь из Санкт-Петербурга в Москву. Позади меня поезд, но и стоит состав от нескольких эспрессо, так что вот такая сегодня такая поездка. Итак, ну что же, вы подали под посадку мой поезд, у меня 11-й вагон, сидячий, но здесь сидячие места в купе по 6 мест, видим несколько эспресс, этот состав пульсирует по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва легким эспрессом, а сегодня мы поедем в нем под 127-м поезда. Мы в 8-й вагон, 11-й. Я так понимаю, этот состав в субботу фиксирует и Санкт-Петербург-Москва. Мы не встречались с красным электропоездом Ласточка-Санкт-Петербург-Москва. Великий Новгород-Санкт-Петербург прибывает на второй путь. Великий Новгород-Санкт-Петербург прибывает на второй путь. Ну вот так, а маленькая выстроить менять. Не приходилось ездить в этом случае, мы прослеснемся проехать этот посадок. Уважаемые пассажиры! Продолжается посадка. На востокоскорбствует поезд номер 779, Сапсад, сообщение Санкт-Петербург, Москва. Отправление в 21 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. Санкт-Петербург, Москва. Отправление в 21 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. Может быть, конечно, какие-то технические будут, но останутся стоянок в радиостном пути и посадки в салоне, но его нет. Санкт-Петербург, 21 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. 21 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. Встреча с 21 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. Трэн сейчас на трек 7. Поезд находится в радиостном пути. Спасибо за внимание. Когда покупал билеты, было на одежду, что я поеду вообще один в купе, но потихоньку места разошлись. Я точно знаю, что как минимум один человек со мной поездка. Трэн сейчас на 10 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. И все равно, что у нас на 10 час 0 минут. Поезд находится в радиостном пути. Сегодня не очень многолюдно на Багжаре, при этом-то, конечно, поездов побольше. Стоит поезд тоже на Москву, вообще идет там параллельно с нами, правда у него там, по-моему, что-то я смотрел, есть несколько стоянок, но уходит он там буквально на 6 минут раньше, приходит он на 5 минут раньше. Здесь наши электровозы П-2К-217, там стоит Сапсан, в окрестности Московского вокзала, кстати говоря, здесь была раньше товарной станции, все уже давно смесли, построили тут жилой комплекс. Я, по ходу следовательно, наверное, снимать не буду, потому что это темно, как бы в окнах, и не видно будет. Стоянный кадр, нет. Ну, может быть, немножко что-нибудь, да, сниму с того, да. Мы по прибытию Москвы там. Отправиться 21 час 4 минуты. Четвертого пути. Поиск разведывается с остановками. Сортировочная. Апокова. Полпина. Апковка. Саблина. Благодарим внимание. Ну, тут вообще ничего, что бы нет интересного. Пойду я к своему вагону, дабы не привлекать внимание работников РЖД. Субтитры предоставлены. 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 Внимательны и осторожны. Уважаемые посажены, продолжается посадка. Поезд номер 169, сообщение Франк-Петербург, Москва, направление 21 час 20 минут. Поезд на поезд на Санкт-Петербург, Москва. Уважаемые посажены, начинается посадка. Поезд на скорый поезд номер 127, сообщение Франк-Петербург, Москва, направление 21 час 26 минут. Поезд находится на восьмом пути. Уважаемые посажены, начинается посадка. Я думаю, что я поездку на этом поезде все в итоге одним видео опубликую. Уважаемые посажены, высокоскоростной поезд номер 779, сообщение Франк-Петербург, Москва, отправляется с 11 пути. Будьте внимательны и осторожны. Желаю вам счастливого пути. Что-то здесь, может быть, немножко со мной спорить, уже помогло и что-то снимать. Это все вообще в одной линии, в одной видео, скорее всего, я это все смонтирую. Не забываем подписываться, ставить лайки. Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд Ласточка, сообщение Санкт-Петербург, Тосно, отправится 21 час 4 минуты четвертого пути. Скоростной электропоезд Ласточка, сообщение Санкт-Петербург, Тосно, отправится в Ак-Петербург, 4 минуты четвертого пути. Простойте, возвращайтесь. Простойте, возвращайтесь. Обмануга, Холпина, Покровка, Саблина. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, при городе электропоезд, сообщение Санкт-Петербург, Малая Вишара, отправится в 21 час 14 минуты четвертого пути, прикрытый электропоезд, сообщение Санкт-Петербург, Малая Вишара, отправится в 21 час 14 минуты четвертого пути, поезд, проследован со всеми остановками. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 169, сообщение Санкт-Петербург, Масква, отправится в 21 час 21 минуты, поезд находит в мазьевом пути, в Малая Вишара, мы начинаем со всеми остановками. Благодарим за внимание, dear passengers, the boarding of the express train number. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 169, сообщение Санкт-Петербург, Благодарим за внимание! вот уже мой попутчик пришел судя потому что еще здесь я буду ехать надеюсь что у нас не будет соседей можно будет здесь поспать сколько стоянок нет и никто не зайдет соответственно никакой станции ну вот так вот выглядит купоневского эспрессо советская всегда вы первым мы видим телевизор но вряд ли нам и ключ от поскольку мы следуем 120 поезда равно интересно я не с тех кто любители там туалеты туалеты снимать здесь и 2 просто не закрыты там просто я так думаю что он по любое разведчики есть телефончик я заряжу как-то так это так понимаю завод уже такие вагоны вышли потому что то в роли я ездил на там такого же принципа там были купейные вагоны стандартные немецкие переделаны под сидячие места так ну что все отправились на санкт-петербург народу вагоне немного но это и хорошо у меня в купе взял один сосед так что будет возможность лечь поспать стоянок нету так что будем ехать до москвы вдвоем надеюсь никто не прибежит там ниоткуда что вот я тут еду это же состав это черкова поезда пятерка шестерка на нем ездил стоят на шестерке из москвы это единственный раз когда я езжу на двухэтажном поезде как раз на этом ездил не знаю на этом или или именно составе но в этом поезде из москвы в санкт-петербург прошлой зимой кстати в январе но ничего там не видно в окно так что можно как бы завязывать со съемочкой на сегодня кстати какая-то тетя пришла может быть как раз она и есть 48 место ну что ж поделать ладно все всем пока уже увидимся теперь наверное москве а Так, ну что ж, прибываем на Ленинградский вокзал Москвы, точно по расписанию. Можно двигаться на выход. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Срок погоды в Москве такая же, как была вчера в Петербурге Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Дмитрий DimaTorzok Китая должен состояться этот матч Д sympath 오�inkles И так дinga В «Армофью» Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ür controyang Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы тебя на автомобиль Х operates Oho he says Вызосы остроены День хоккей 5 вечера, а? До этого времени я, наверное, сниму там вот пару видео, может больше. Может одно, но что-нибудь снимать? А в планах вообще снять видео вот в Красной площади, по Тверской и Ленинградке и до Гвардов. Ну, а на этом я, наверное, буду заканчивать. Нужно зайти в вокзал, пройти засмотр. У нас уже непосредственно видео на Ленинградском вокзале я, наверное, сниму вечером. Сегодня же вечером я в 34-м поезде в Москва-Талин поеду в Москву и в Санкт-Петербург. Ну, а пока не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну и ждите новых видео. Ну, наверное, все. Дальше. Я объясняю сюда немножко вокзала. Надо проходить на досмотр. Так, ну все, вот я здание Ленинградского вокзала. Так, немножко поснимаю. Вообще, наверное, вечерком подлесю. Немножечко пройдусь. Можно, конечно, и наверх подняться. Добро пожаловать в Москву. Ну, с другой стороны, лучше, наверное, сейчас тут пройтись. Что вечером наверняка будет много народа. Второй этаж Ленинградского вокзала. Кафешки. Всякие разные. Ну, тоже со временем тут все переделали. Все было и начато. Как я люблю говорить, да, там 20 лет назад. Зал ожидания. Переделали. Время не стоит на месте. Так, афешек тут очень много. Здесь вот раньше туда засели двери, там кассы были. Кассы были внизу, там на первом этаже, если надо дойду. Ну, здесь были тоже. Были кассы, да, ожидания были. Порядки можно. Телефон подзарядить. Вечером у нас в Ленинградском месте. Как раз мы будем воспользоваться. Еще один. Ну, вот как-то так. Вокзал такой небольшой. По сравнению с другими столичными вокзалами. Я не буду его там полностью обходить. Там будет достаточно. Благодарю. 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 Кассовый зал, мне сейчас как раз нужно будет отпечатать билет на ветерный поезд, кассовый зал. Как-то так. Ну и выхожу из вокзала и попадаю на Комсомольскую площадь, а площадь перед вокзала. Так, ну что ж, на этом закончилась моя поездка на 127 поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, введите новых видео. Всем пока-пока.